Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галины Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях в разных видах спорта. Триумфаторами и призерами стали велосипедисты, пятиборцы и фехтовальщики. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в семинаре-совещании по обсуждению новых нацпроектов. Его проводят на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В повестке вопросы формирования национальных проектов «Семья, молодежь России, продолжительная и активная жизнь, кадры и экономика данных». Их анонсировал президент России Владимир Путин во время оглашения своего послания Федеральному собранию. В ходе семинара-совещания проходят дискуссии, круглые столы по актуальным вопросам развития экономики, системы образования, семейной политики и других направлений. Представители органов власти и эксперты высказывают свои инициативы, которые войдут в основные доклады на заседании. Свои предложения представил губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению культура Дмитрий Азаров. Об организации досуга для детей в каникулярный период и временном трудоустройстве подростков уговорили в мэрии на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Совещание провела глава города Елена Лапушкина. Какую программу приготовили в Самаре для детей на время летних каникул и какие еще темы стали предметом обсуждения на заседании комиссии? Расскажем в нашем сюжете. Привлечение к чтению, формирование здорового образа жизни и духовно-нравственное воспитание. Насыщенную досуговую программу приготовили в Самаре для детей на время летних каникул. Для юных жителей и гостей города будут работать музеи, выставки, театры. Запланированы мастер-классы, конкурсы творчества и фестивали на открытых площадках. Необычную программу под названием «Библиопутешествие» приготовили Самарские библиотеки. Этот проект в качестве пилотного появился еще в прошлом году. В течение 10 дней дети приходят, это 4-часовой такой дневной лагерь для детей в библиотеках, где им рассказывают о современных писателях, об авторах, которые зарекомендовали себя, читают сказки, проводят массу интересного и полезного мастер-классов, показывают мультфильмы. Помимо досуговой программы, темой обсуждения стало временное трудоустройство подростков. Вакансии предоставляют государственные и муниципальные структуры, общественные организации, предприятия сфера ЖКХ, некоторые промышленные предприятия. Летом планируют трудоустроить более 3000 детей, достигших 14 лет. Также все лето в городе будут работать 196 лагерей с дневным пребыванием при школах, два лагеря палаточного типа, шесть загородных лагерей. Профильные смены посетят порядка 7 тысяч детей. По словам руководителя департамента образования Ирины Коковиной, ребятам обеспечат активный, интеллектуальный и эмоционально насыщенный летний отдых. В каждом микрорайоне планируется работа 101 площадки по месту жительства, при клубах по месту жительства, в тематических мероприятиях во дворах задействованы учреждения дополнительного образования. Запланировано проведение традиционных мероприятий с участием детей и их родителей, различных праздников, День защиты детей, государственный флаг, День семьи, любви и верности, различные концерты. На заседании комиссии обсудили меры профилактики противоправных деяний, совершаемых в отношении несовершеннолетних. По данным МВД, с начала года отмечается снижение преступлений этой категории. Большая роль в профилактике отводится учителям и родителям или законным представителям ребенка. Отсутствие занятости несовершеннолетних в неурочное время может являться причиной преступных посягательств в отношении них. Вместе с тем, нередко жертвами преступных посягательств становятся несовершеннолетние, находящиеся в общественных местах без контроля родителей, в том числе и в ночное время. В связи с этим принимаются меры профилактического характера со стороны сотрудников полиции. За неисполнение родителями или законными представителями своих обязанностей предусмотрены меры ответственности. К проблеме подключаются уполномоченные органы власти и полиция. Галина Топилина, Николай Сидоров, События. Сегодня выпускники российских школ сдали ЕГЭ по русскому языку. Первый из двух обязательных для получения аттестата. Это самый массовый экзамен. В основной период на него зарегистрировались более 621 тысячи человек. В Самарской области для проведения единого госэкзамена по русскому языку подготовили 80 пунктов. Они приняли более 11 тысяч участников ЕГЭ. За проведением экзаменов следят общественные наблюдатели Ситуационного информационного центра. Как он работает, увидела наша съемочная группа. В Ситуационном информационном центре ЕГЭ кипит работа. Наблюдатели следят за тем, чтобы на экзаменах не возникло нарушений. Часть наблюдателей работают в центре. Некоторые следят удаленно. В этот раз самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Его сдают более 11 800 выпускников Самарской области. Организовано 80 пунктов проведения госэкзамена. Сам центр функционирует в регионе с 2017 года. Основная цель его создания – это, конечно же, объективность проведения ЕГЭ по всем предметам. Мы, конечно, желаем всем нашим ребятам, участникам ЕГЭ сегодня успехов. Мы надеемся, что хорошее настроение сегодня и на всех последующих экзаменах, оно поможет именно получению высоких баллов. В дни проведения ЕГЭ в ситуационном центре идет сбор и анализ информации для выявления признаков возникновения нарушений и подготовки материалов с целью оперативного принятия управленческих решений. В роли наблюдателей выступают студенты Поволжского государственного колледжа. К каждому экзамену для своих наблюдателей я составляю отдельное задание, для каждого. Загружай его на портал «Смотри ЕГЭ», поэтому, соответственно, утром, когда наблюдатель получает задание, он просто нажимает кнопочку «Выбрать задание», и портал им отдает то, что ему назначено. Все наблюдатели перед этим прошли обучение. Задача – заметить и предотвратить нарушения как со стороны сдающих экзамен, так и со стороны организаторов. Есть разные виды нарушений. В случае, допустим, если выпускник с кем-то хочет посоветоваться рядышком, то мы обозначаем, что это нарушение такого типа вида. В случае, если телефон, то мы нажимаем на кнопочку, то что попытка списать с телефона. Организатор на пункте экзамена не должен допускать, чтобы к нему подходил выпускник во время экзамена. Нельзя выпускать, допустим, однополых, двух девочек из аудитории или двух мальчиков, чтобы они вместе выходили в одно время? Если же, например, выпускнику необходимо выйти из аудитории, руководитель на данном пункте должен подойти на место решения работы выпускника, проверить все ли кемы на месте и сделать соответствующую отметку. Если наблюдатель заподозрил нарушение, его должны зафиксировать. Оно должно быть четко видно и сфотографировано камерой. Потом данная фотография может быть использована как доказательство при оспаривании решения в суде. Светлана Кудрявцева, Валерий Майоров, События. Люди, которые помогают детям открывать для себя мир. В Самаре прошла церемония награждения победителей конкурса «Воспитатель года». Десять финалистов, семь педагогов по основной номинации и три по специальной. В чем секрет победителей, расскажет Полина Чулякова. Елена Долганова не первый раз принимает участие в конкурсе «Воспитатель года». Рассказывает, несколько лет назад на этапе конкурса в округе заняла третье место, что стало стимулом для участия еще раз, чтобы стать победителем. И вот Елена – обладатель первого места в специальной номинации «Методист года». Сегодня, конечно, эмоции самые светлые, самые радостные. Во время конкурсных испытаний мы не только делимся своим опытом, но и, конечно же, получаем опыт своих коллег. У каждого уникальный опыт, у каждого очень интересный. Областной конкурс «Воспитатель года» – традиционное событие, которое призвано развить профессиональные и личностные качества педагогов, выявить лучших и поддержать их. Объединить работников дошкольного образования вместе, чтобы они могли делиться опытом. Кушинский говорил, что если человек правильно подберет свою профессию и вложит в нее свою душу, то счастье само отыщет тебя. Вот я абсолютно уверен, что вы счастливы люди, потому что работаете именно в образовательном учреждении. В конкурсе приняли участие 33 воспитателя из числа победителей окружных этапов конкурса. Это представители 24 городских и 9 сельских образовательных организаций Самарской области. Чувство радости, гордости за себя, за свой коллектив. Мне кажется, секрет только один – это любовь к своей профессии, которую и нужно продемонстрировать на конкурсе. Нам важно менять свои подходы и методики для того, чтобы детям было интересно и чтобы они гармонично развивались в современном мире. Конкурс проходил в три этапа. Конкурсанты должны были продемонстрировать опыт работы с воспитанниками, умение работать со взрослой аудиторией и с родителями. Жюри оценивали то, как воспитатели относятся к каждому ребенку, как создают благоприятные психолого-педагогические условия и какие современные образовательные технологии они используют. В каждом этапе были конкурсные мероприятия, которые ориентированы на все эти три составляющие субъектов образовательной деятельности, поскольку в детском саду все три составляющие важны. Педагоги работают с детьми, выстраивают взаимодействие с родителями и со своими коллегами. Победитель областного конкурса «Воспитатель года» будет представлять Самарскую область на всероссийском этапе, который пройдет в Подмосковье в сентябре. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. Актуальные сезонные работы обсудили в Департаменте городского хозяйства и экологии. Совещание провел заместитель главы Самары, руководитель профильного департамента Александр Андреянов. В повестку включили вопрос, связанный с покосом сорной и аллергенной травы. Особое внимание уделили состоянию территорий в Кировском районе. Там трудятся две бригады подрядной организации, которая несет ответственность за содержание уличной дорожной сети. Подрядчик выполнил работы по покосу пока на 30% и в ближайшее время усилит их, согласно поручению руководства департамента. При этом тот же подрядчик успешно справился с задачами и вышел на второй этап покоса в Самарском районе. Контроль за состоянием территории города организован в постоянном режиме. Ресурсоснабжающим организациям поручено ускориться в части восстановления благоустройства на тех участках, где оно было выполнено по временной схеме. На совещании шла речь и об улице Чернореченской. В середине июня там планируют завершить работы на инженерных коммуникациях. После этого начнут комплексное благоустройство бульвара по национальному проекту «Жилье и городская среда». А по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» от Спортивной до Владимирской отремонтируют проезжую часть уличной дорожной сети и приведут в порядок другие элементы обустройства улицы. Дорожные работы продолжаются по всему городу. В планах ремонт проспекта Кирова от заводского шоссе до Ветлянской. Мы сейчас ожидаем, в конце июля, начало июля, сейчас идет процесс согласования с министерством. Если будет еще финансирование, будет заключен еще контракт на достаточно серьезный. Но это улицы, которые будут идти большими картами, либо большими расстояниями. Ну, в частности, например, улица Венцик будет полностью сделана. Мы планируем, что в этом году эта работа будет сделана. Братья Красилевых, если, конечно, финансирование нам откроют. Аэропортское шоссе. Но опять, если нам дадут финансирование. В Самаре продолжают наносить дорожную разметку. Этой ночью бригада трудилась на девятой просеке, где в текущем сезоне проезжая часть уже отремонтирована по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как ведутся работы, узнала Елизавета Прокопенкова. Повышение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и травматизма в числе основных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для их решения предусмотрены разные виды работ на объектах дорожной инфраструктуры, в том числе обновление покрытия проезжей части, люков инженерных коммуникаций, технических средств организации движения, в частности, разметки. В Самаре ее нанесение продолжается на автомобильных дорогах местного значения. В ночь на 28 мая работы велись на 9-й просеке, где проезжую часть отремонтировали в этом сезоне благодаря средствам нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Здесь специалисты нанесли уже 80% разметки. Осталось потрудиться на пешеходных переходах и локациях, где требуется разметка дети. Ее сделают вручную. Это первая дорога, которая принята после ремонта, на которой мы нанесли разметку. Дальше по мере выхода дорог из ремонта БКД также мы будем выходить и наносить. Напомним, что перед стартом летней оздоровительной кампании, кроме 9-й просеки, в Кировском районе охватили ремонтом еще шесть соседних улиц. Они ведут к детским лагерям. Волжский Артек, Полет, Юность, Политехник. По этим дорогам можно добраться и до санатория в Самарский, а также Можайский. По дорогам, проходящим через жилые массивы и зеленые зоны, горожане, включая персонал учреждений, пациентов, санаториев, родителей, которые повезут своих детей в лагеря, смогут более комфортно добраться до пунктов назначения. Для устройства нового покрытия проезжих частей предусмотрели использование высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это смесь МА-16 на полимерно-битумном вяжущем. На отдельных локациях сначала потребовалось укрепить основание, потерявшее несущую способность. Вровень с новым дорожным полотном теперь и люки колодцев. Их также отремонтировали и подняли на проектные высотные отметки. Совокупная площадь работ составляет около 38 тысяч квадратных метров. Общая протяженность дорог – более 4 километров. В настоящее время обновление вступило в завершающую стадию. Как только дорога после ремонта готова и принята, финальный штрих нанесения разметки. При этом движение не перекрывается. На девятой просеке задействовали две бригады и четыре машины, включая два разметочных комплекса. Сначала, применяя дорожную краску, рабочие делают предварительную разметку. Краска недолговечна, и в течение одной-двух недель автомобильными шинами остатки стираются с покрытия. Но на первом этапе такие метки необходимы. Ориентируясь на них, в том числе по монитору, установленному в кабине спецмашины, выполняется нанесение финальной разметки. При выполнении этих работ приоритет отдается современным материалам – термопластику. Нанесенные линии засыхают за 3-4 минуты. Варится в котлах при температуре 200 градусов и наносится тоже при температуре 200 градусов. А сверху стекло шарики посыпать, чтобы было светоотражение. Термопластик с одного емкости, а стекло шарики с другой емкости поступают. Благодаря стекло шарикам, обеспечивающим светоотражающий эффект, повышается безопасность дорожного движения. Это особенно важно поздним вечером или в ночное время суток. Впрочем, и разметочные работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы днем не мешать автомобилистам. К тому же по ночам, когда нет интенсивного трафика, работы производятся более оперативно. Гарантия на разметку, выполненную термопластиком, составляет 12 месяцев. В рамках гарантийных обязательств ее уже восстановили на дорогах, отремонтированных в прошлые годы, в том числе в рамках реализации профильного нацпроекта. Среди таких объектов – улицы Гагарина, Авроры, Волжские проспекты и другие. В дальнейшем на всех дорогах, где профильным городским департаментом будут приняты ремонтные работы, появится и новая разметка – качество и объемы работ на постоянном контроле. Оценивается геометрия соответствия нанесенных линий нормативом, контролируется адгезия материала и толщина слоя разметки. Для исследований осуществляется так называемая вырубка нанесенного материала. На отдельных локациях он срезается фрагментарно. После этого подрядчик восстанавливает первоначальный вид разметки. Как правило, это делается вручную. Сохранение культуры и национальной идентичности. В Самаре отметили День осетинского языка и литературы. Ежегодно этот праздник объединяет осетин разных поколений – и старейшин, и совсем юных, только осваивающих азы родного языка. Концертную программу приурочили к Году семьи. Поэтому одним из главных событий стал показ традиционного свадебного обряда. Национальный колорит оценила Светлана Кудрявцева. В этнопарке «Дружба народов» отметили День осетинского языка и литературы. Праздник был учрежден в мае 2003 года. Он посвящен выходу в свет жемчужины осетинской поэзии сборника «Ирон фандыр. Осетинская лира» поэта Кастахи Тагурова. Стихи опубликовали в мае 1899 года. Поэтому День осетинского языка и литературы отмечают именно в этом месяце. В Самарской области уделяют большое внимание сохранению национальной культуры всех народов, проживающих в регионе. Все национальные культурные центры, объединения, все стараются, чтобы язык, культуру они никогда не забыли. Обычай. Мы, Россия, этим богаты. И поэтому надо стараться, надо все делать для того, чтобы сохранили языки культуры. И хочу сказать, что огромное спасибо и руководству области, и города, и все большое внимание уделяют для этого. Активистов наградили дипломами и благодарностями за активную работу и вклад в развитие национальной культуры. Праздник организовали при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. В программе национальные танцы, песни, стихи на осетинском языке, а также народные обряды. В год семьи зрителям показали, как в Осетии проводят свадебный обряд. Свадьба у нас проходит в двух фамилиях, и в фамилии мужа, и в фамилии девочки. Девочку готовят, свадебная мужская сторона собирает целый кортеж, который поедет за невестой. Они приезжают, приносят дары. Обязательный атрибут – это очаг, он должен присутствовать, поэтому к очагу подводят невесту. Прощается она со своим домом именно в этом месте. Конечно же, современность свои коррективы вносит, но традиции неизменны, и мы пытаемся их сохранить, и свадьбы наши проходят также. Осетины бережно пронесли через века свое яркое самобытное искусство и готовы поделиться им с представителями всех народов. Светлана Кудрявцова, Валерий Майоров. События. Далее в эфире новости спорта. Во Франции продолжается престижный теннисный турнир «Ралан Гарос», входящий в список соревнований «Большого шлема». Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова за час 25 минут справилась с панной удварти из Венгрии 6-3-6-4. Игра оказалась практически равной, о чем говорят и цифры в статистике, но в нужные моменты опыт Анастасии играл ведущую роль. Во втором круге Павлюченковой предстоит играть против Анны Богдан из Румынии. Они уже играли в этом году в Аделаиде, тогда победила Анастасия. В Москве завершилось первенство России по современному пятиборью среди юниоров. В соревнованиях мужчин в «Лазерране» представитель сборной Самарской области Кирилл Мануйло отыграл 37-секундное отставание от соперников и финишировал на первом месте. Самарец второй год подряд становится победителем юниорского первенства России. Рустам Шагвалеев занял четвертое место в личном зачете. В командном первенстве среди мужчин сборная Самарской области также завоевала золото. Среди женщин три представительницы Самарской области оказались в числе сильнейших. Вера Николаенко – шестая, Арина Колобова – четвертая, Аяна Соловьева – в третий раз в карьере выиграла юниорское первенство России. В командном зачете женская сборная Самарской области стала второй. В Туле завершилось первенство России среди молодежи до 23 лет по фехтованию. В дисциплине «Сабля» Мария Зинюхина завоевала серебряную медаль в личных соревнованиях, уступив в финале один укол Веронике Булуковой из Москвы. А в командных соревнованиях по шпаге сборная Самарской области выиграла бронзовые медали, одолев в матче за третье место соперниц из Ленинградской области 45-40. Команда Самарской спортивной школы Олимпийского резерва номер 13 имени Ольги Артешиной – победитель всероссийских соревнований по баскетболу среди девушек 2011 года рождения. Соревнования продолжались с октября по май. На протяжении сезона самарские девушки потерпели всего одно поражение и выиграли все остальные матчи. В финале они оказались сильнее соперницей с школы Олимпийского резерва по баскетболу города Мытища Московской области 42-39. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. В Самаре с 1 июня по 31 октября устанавливается особый противопожарный режим. Об этом информирует телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи в не специально отведенных и оборудованных мест, сжигание мусора, в том числе на территории приусадебных участков. Также запрещен запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. Администрация Самары настоятельно рекомендует всем гражданам соблюдать правила пожарной безопасности. За нарушение предусмотрены штрафы. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 01-101 или 112. Тот же телеграм-канал пишет, что с 28 мая по 30 августа ограничено движение транспорта по улице Авиационной от Клинической до Новоурицкой. Перекрытие связано с ремонтом водовода. Автобусы маршрута номер 52 будут ходить по скорректированной схеме. Водителей просят заблаговременно планировать свои поездки. Департамент опеки, попечительства и социальной политики в своем телеграм-канале рассказывает, в чем заключается опека, попечительство, что такое приемная семья и патронат. Для консультации и разъяснений по вопросам усыновления детей можно обратиться в департамент по предварительной записи по адресу Куйбышева 44. Приемные дни – понедельник, вторник, четверг. Администрация Красноклинского района напоминает о противопожарной безопасности в связи с началом сезона созревания тополиного пуха. Власти призывают соблюдать рекомендации МЧС – не поджигать пух, не выкидывать окурки, соблюдать меры осторожности при сварочных работах, по необходимости пролить пух водой. Администрация железнодорожного района приглашает всех желающих на гала-концерт фестиваля детского творчества «Липовый цвет». Он пройдет 30 июня в 17.00 в актовом зале школы номер 94 по адресу улица Партизанская, 78А. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Отмечу, что число подписчиков Самары ГИС на видеохостингах превысило 55 тысяч человек. До свидания, всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok